Украинские силовики погибли от взрыва миномета при обстреле Горловки. В украинской армии продолжаются случаи гибели военнослужащих при разрывах минометов. Сегодня утром при минометном обстреле Горловки от взрыва миномета погибли, как минимум, трое украинских военных. Об этом заявил начальник пресс-службы Управления народной милиции, УНМ, ДНР Данил Бессонов. Согласно сообщению УНМ, ДНР, украинские силовики из состава 30-й бригады начали минометный обстрел при фронтовой Горловке. Развернутая минометная позиция ФСУ находилась возле частных домостроений в Новолуганском. Продолжая обстрел, минометный расчет ФСУ произвел четыре выстрела минами 120 мм, а при попытке выстрелить пятый раз произошел взрыв миномета с последующим возгоранием. Предположительная причина взрыва – двойное заряжание миномета. По данным Донецкой разведки, на месте погибли трое украинских военнослужащих. А раненых сведений нет. Украинская сторона пока никак не прокомментировала данный инцидент, но стоит ожидать в ближайшее время очередных обвинений Киева в адрес ополченцев об якобы прошедшем артиллерийском обстреле украинской позиции, приведшем к гибели украинских военнослужащих. Как сообщает агентство ФАН, украинским СМИ и блогерам отныне разрешено использовать старые материалы времен начала конфликта в Донбассе, выдавая их за действующие победы в СУ. Об этом сообщает разведка ДНР. При этом на фото и видео не обязательно должны быть запечатлены победы украинской армии. За боевые успехи в СУ будут выдавать и победы ополчения ДНР и ЛНР, если по материалам невозможно идентифицировать экипировку и знаки различия. Такой приказ пришел от командования ООС в связи с активной агитацией задействующего президента Украины Порошенко. Между тем, ранее в ДНР сообщили об усиленном минометном обстреле территории ДНР. С 8.30 до 16.00 киевские силовики выпустили по территории Республики 206 минут калибром 82 и 120 мм. Обстрелы велись по всем направлениям линии соприкосновения от юга до севера, в том числе и по окраинам городов Донецк, Горловка и Ясиноватая. Заявили в ДНР.